Обзор моего дома на колесах. Дом на колесах и стопора. Открываем. Вот сиденья разложены, сиденья разложены на сиденье. Положена фанера 9 мм и ящик. Вот ящик. Ящик, который не дает проваливаться сиденья в фанере. Далее на нем будет лежать на этом ложе два ватных матраса. Плюс еще один мой туристический надувной матрас. Максимальный уровень комфорта. Я этого добился. Далее подушечка. Вот она подушечка. И вот сани мои упали вместе со спальником. Вот он спальник. Видите какой зимний толстый. Далее на этом кресле я сижу во время готовки пищи. Здесь будет стоять печка, газовая горелка. Я буду разогревать себе чай или подогревать пищу. Пища вся разлетелась. Видите пища вся валяется. Все разлетелось из-за вот этих дорог. Из-за тряски. Места полно. Для одного очень комфортно. Во время поездки ущемленным себя ни в чем не чувствую. Подъезжая к Острову за Могой. Малое море. Озеро Байкал. Сегодня 6 апреля 24 года. Состояние льда вам видно. Он побелел. Кое-где уже начал разыгрываться. Вот Приморский хребет во всей красе. Переменная облачность, тучки. Ветра практически нет. Мы подъехали к Острову за Могой. Как я и предполагал, здесь уже небольшое препятствие. Подойти к Острову не так просто. Точнее, еще, конечно, возможно. Но мы уже видим вот такую трещину. Вон она дальше живая. Водичка блестит. Вон она блестит. Естественно, мы туда пойти не сможем. Нам это не надо. Мы сейчас пройдем вдоль трещины и найдем безопасное место для перехода. Где она может быть безопасная? Да, совсем недалеко. нет, конечно, не здесь. Возможно, чуть подальше. Вот та земля огромная, которую мы видим. Это остров Ольхон. 70 километров в длину и до 15 километров в ширину. Естественно, на его фоне замогой кажется карликом. Зачем я иду на замогой, друзья мои? Я был там, если не путаю, конечно, с другим островом больше 20 лет назад с капитаном Борисом Шишкиным. И он мне показал несколько древних захоронений. Попробую их отыскать. Да, прошел я ту щель. Довольно-таки безопасно, только на обратной стороне была уже небольшая лужица. И мне бы сейчас вот зайти там, чтобы не сильно корячиться в горку. Но, не знаю, увидите вы или нет, там большая лужа. Соваться туда не хочу. Поэтому пойду вон к той тропе. Вон к тропе, которая идет практически под углом градусов 75. Придется подыматься под таким углом. Но это самое безопасное место. Ну, по крайней мере, с этой стороны. Возможно, его надо было объехать по кругу и посмотреть. Там где-то должна быть бухта пологая. Но буду брать прямо в лоб это препятствие. Вот, пошел вверх. Конечно, здесь не так круто, как казалось. Не так все круто. В плане, в прямом. Уклон не такой крутой. Но все мы живем в рамках своего разума, ума. И он норовит нам немножко все усугублять. Либо переигрывает, либо не доигрывает. Все, иду наверх. Велик я оставил внизу. Дальше идем. Я поднялся наверх, не самый верх, но наверх острова Замагой. С виду он маленький, но когда на него попадаешь, то он маленьким перестает быть. Достаточно большой. По нашим городским меркам здесь можно построить жилой комплекс с подземной стоянкой. И развлекательный центр войдет. Наверху обнаружен крест христианский, одиноко стоящий. Также дерево. Похоже, оно тут одно. Далее открывается великолепная панорама на Малое море. Перед нами остров Агой с буддийской ступой. И остров Альтрек, он же Баракчин. Я ранее говорил о могилах. Возможно, эти могилы находятся на Альтреке, а не Замагой. Если кто знает, подписчики моего канала, все 70 человек, кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Но возможность посетить Альтрек у меня тоже имеется. Поэтому исследования будут продолжаться. Так, друзья мои, не ведал, не гадал. Начинаются, начинаются игры. Потерял перчатку я. Ну, точнее, я потерять ее не могу. Она где-то здесь. Где-то я ее выронил. Где-то выронил. И надо мне ее найти, потому что ехать с одной перчаткой это абсолютно некомфортно. Летает чайка. Я надеюсь, вы слышите, как она кричит. Откуда здесь чайка? Почему? Ведь им еще рано здесь появляться. Один мой знакомый буддолог считает, что появление птицы в том месте, где мы находимся, хороший знак. Особенно, если это ворон или гриф. Чайка тоже хорошо. Значит, духи местности меня заметили, передают мне привет. Чайка улетела. Так я решил попить чайку. Но это ли не диво? Посмотрите. Красота, лепота. А это ли не чудо? Вот. На полпути обратно с острова я нахожу свою правую перчатку, которая случайно выпала. Это очень хорошо. Потому что начал ветер поддувать. Ветер с юга идет. До свидания с Замагой. Я возвращаюсь. Куда не знаю. Наверное, либо на базу, либо на Альтрек. Чего не люблю, так это воды на льду. Здесь воды нет. Здесь воды нет. Вот. Сейчас эту нашу уже знакомую щель будем проходить. Где я ее проходил, уже не помню. Импровизируем. Импровизируем. Вот она. Что мы тут видим? Как в песне поется с понтом я вообще не устрашил. А у самого очкожим жим. Нет, здесь опасно. Вода открытая. Пойдем туда. Как говорится, дальше нельзя, дальше опасно. Сказал мне гид в Лаосе и съел бамбуковый салат. Как говорится, в прямом эфире, понимаете, пересекаем мы щель. Вот прошел я лишние несколько метров. Не знаю, почему бутылка здесь лежит зеленая. Возможно, это знак, что переход здесь можно осуществить безопасный. Вот он так выглядит. Тут будто бы то ли трещину, то ли кто-то на коньках переходил. Но здесь, в общем, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади воды не наблюдается. Поэтому это более безопасное место для перехода. Спокойно перешли. Дальше уже можно садиться и крутить педали. Кстати, вот они, блины. То есть куски льда, которые появились в самом начале процесса замерзания Байкала. Их потом оторвало, они появились, скорее всего, в той самой бухточке. Их потом ветром оторвало, они начали друг об дружку стукаться. Превратились, стали такие кругленькие или овалообразные. Это называется блинчики. Потом они вмерзли в основную воду. Вот они, блинчики. Чем блинчики плохие? Неравная поверхность из-за них получается. И когда на велике едешь, то начинает трясти. Вот с острова Замагой я, проехав всего каких-то 6 километров, придвинулся вплотную к острову Ольдрек. Он же Баракчин. Там есть что посмотреть. Самое неприятное, что может случиться для апрельского льда, это дождь. Идет небольшой, но дождь, который, конечно, максимально ускоряет процесс деградации льда. А мы с вами приближаемся к вот этому Меньку Пуниру на минималках. Такой красавец стоит. Один-одинешенек. Друзья мои, это остров Ольдрек, Малое море, Байкал. Я ничего не хочу утверждать, но вот эта груда камней, по мне, возможно, является древним захоронением. Вот еще одна рядом. Может быть и нет. Но на одном из островов Малого моря действительно есть захоронения. Я их сам видел. Капитан Шишкин их нам показывал. Он говорил, что это очень уважаемые люди древности, когда еще была эпоха Куракан. В общем, кураканские олигархи их тут хоронили. Много позже я услышал вторую версию, что здесь хоронили людей прокаженных. Но в эту версию я не совсем склонен верить. Поскольку, если включить экономику процесса, то у олигархов есть стимулы. То есть, чтобы их после смерти захоронили в особом месте и заморочились. На какие-то деньги все это делали. Везли. А у больных, у прокаженных таких стимулов экономических нету. Их проще куда-то там, где дешевле закопать и все. Тем более в те времена, это там 800-1000 лет назад. Люди даже и не понимали о том, как распространяется проказа и так далее. Им бы не пришло в голову изолировать эти тела на каких-то островах. Вот мое мнение. Остров Альтрек. Планета железяка. Растительности нет. Животных нет. Роботов тоже нет. Надеюсь, летом здесь маленько покрасивее. Вот еще какие-то груды камней. Тоже захоронения, не знаю, не берусь утверждать, ни с кем не спорю. Вот. Но курыкани, курыканские артефакты, которые они оставили на Альхоне и в других местах Байкала, они примерно такие. Это груды камней, стены, дорогу я знаю одну, сделанную возле мыса Крестовского. То есть это все игра с камнями. Ничего другого они нам не оставили. Хочу сделать небольшой обзор велосипеда, на котором катаюсь. Это велосипед фирмы GT. Модель называется Avalanche. Катаюсь я на зимней шипованной резине. Шувальбия. Называется эта резина Ice Spiker. Четырехрядка. Как вы видите, вот она. Не знаю, видно вам или нет, дорогие телезрители. Четырехрядка. Оптимальная резина. Три ряда шипов маловато. Пять рядов уже ни к чему. Но их становится дороже. Сначала я купил себе крутой велосипед, скот. Но сидеть в нем было неудобно. Сначала я этого не заметил. Через какое-то время я понял, что сидеть мне в нем неудобно. И вдруг я встречаю своего товарища Валеру. Который едет на вот этом замечательном велосипеде. Конечно он уже старый, потертый. А мой то был новый, блестящий. Я попросил Валеру прокатиться. Взял этот велосипед, сел. И оказалось, что я в нем сижу удобно. Тогда я попросил Валеру сесть на мой велосипед. Поскольку он человек очень неприхотливый. То на мой вопрос, удобно ли ему сидеть. Он сразу же сказал, что сидеть ему удобно. Тогда я предложил поменяться велосипедами. Не глядя, ключ в ключ. Что мы и сделали. Теперь я езжу на старом велосипеде. Зато он мне удобен. Солнечный день. Погода установилась. Если вчера по какой-то причине я немножко переживал насчет крепости льда. То пару часов назад сюда подъехал внедорожник. Land Cruiser Prado съехал на лед и поехал, поехал, куда-то уехал. Тем самым подтвердив, что лед еще крепок. Хотя конечно ездить на машине по льду я бы уже не стал. Красота. Здесь ветра пока не чувствуется. Достаточно быстро я доехал. Всего пять километров. Добавляю себя. Красивые наплески. Чтобы масштаб был понятный, туда положил свой велосипед. Апрельская капель. Весна идет, весне дорога. На острове Огой есть пункта, в которой я сейчас нахожусь. С очень любопытным песком. Такого красноватого цвета. Здесь он немножко побелее, но такой хороший песочек. Думаю, что его можно в песочные часы смело засыпать. Это северная оконечность острова Огой. Мыс Хвост Дракона. Одна из наиболее фотографируемых точек на Байкале. Кроме, конечно, скалы Шаманки возле Хужира. В какой-то момент эта локация выстрелила. Благодаря инстаграммам и так далее. Из-за него оттаяла огромная лужа. Как вы видите, смотрите на хвост. То ли дракона, то ли кита. Потрясающе выглядит. Красота. Григорь-вали Красота. Вот это вот этот фłę entrar баск. México субдиками. Субтитры создавал DimaTorzok